Вторым есть ширк, и, можно сказать, страх, который является айбадаком, и, соответственно, в этом может быть ширк. Второй страх, который является харамом, и третий страх, который является дозволенным и свойственным человеком. Первое, когда страх может быть ширком? Когда человек убежден в мощных божествах или в чем-либо созданном будут камни, деревья, звезды, ширики, ангелы или кто-либо нему. Когда человек боится, что он нашлет на него какое-либо бедствие или не обредит ему и так далее, это является страхом, который является ширком. Имеется в виду то, что совершают или убеждения мужиков, которые были до Мухаммада, также мужики, которые были во время Курайша, и то, что сегодня происходит у могилопоклонников, что говорили мужики, пророкам, и мы не говорим тебе ничего, то есть обращаясь к Худу, мы не говорим тебе ничего, кроме как, что тебя постыгали, то есть наши божества, то есть они наслали на тебя бедствие, чего они боялись. И сегодня то же самое. Вы посмотрите. Человек явно не боится Аллаха. Не боится, что Аллах может причинить ему вред. Не боится Аллаха, что он может наслать на него какой-либо болезнь или страх и так далее. Или несчастный и так далее. А боится своих устазов. Боится оставить вверх, так как думает, что устаз на него разозлится и нашлет какое-либо бедствие. Это убеждение, которое присутствует этому обществу. Это и есть страх, который является широким. Когда человек боится божеств, что они нашлют на него бедствие, несчастье или бедноту или болезнь, или же что эти божества лишат их помощи в судный день и могиле и так далее. Это первый вид страха. Второй вид страха, который является харамом, когда человек боится созданного, то есть боится или человека или джина и так далее и оставляет этим самым то, что он обязан совершать из религии Аллаха или же совершает запрещенное, которое является харамом, то есть религия Аллаха. К примеру, человек боится своих родителей или правителя или кого-либо и убирает свой бороду. или же оставляет или имея ввиду женщину, не одевает хиджабу, или же не посещает молитву джамаат пояска воли. Это является харамом. Это является харамом. Этот страх является харамом, однако он не вводит человека из ислама. но некоторые ученые говорят, что этот страх может возрасти до ширка, когда человек, боясь других людей, оставляет примеру, можно сказать, молитву, или же оставляет религию Аллаха боясь людей. Тогда человек выходит из ислама. Третий страх это свойственный то есть страх свойственный для каждого человека, который вложил в каждом человеке. Человек боится хищного животного, боится паука, боится огня, боится пропасть и так далее. Это свойственный каждому человеку страх. И в этом нет ничего запретного. Однако этот страх не должен быть чрезмерным. Не должен быть чрезмерным. Некоторые люди боятся всего наследия. Поэтому сидят у себя дома и не выходят в общество, не общаются с людьми и никакие отношения с людьми. Это чрезмерный страх, который считается то есть который порицается шариат Аллаха. Есть граница, есть норма страха в религии Аллаха. То есть насколько ты должен бояться Аллаха. Асланик Аллаха говорил призывая Аллах дай нам долю страха который будет преградой между нами и ослушанием. То есть страх как когда у тебя есть страх перед Аллахом и ты преграждаешь себя от грехов это есть правильный страх. Это приветствуется. А если вот этот страх переходит границу то это уже переходит превращается во что? Отчаяние. Человек уже начинает отчаяниться мило с Аллахом а это запрещено. Мусульманин должен быть между надеждой и страхом надеяться на то что Аллах простит ему и бояться что Аллах накажет его. Нельзя перехать эту границу. Это что касается разделения страха. Автор книги Рахимахуллах приводит аят ИННАМА ДАЙКУМ ШАЙТАНУ ЮХАВВИФУ АВЛИЯАХУ ФАЛА ТАХАФУХМ ВАХАФУНИ ИНКУНТУМ МУМИНИН ВАСТИН ЭТА ШАЙТАН ПУГАЕТ СВОИМ СВОИМ Приспешниками. То есть пугает мусульман СВОИМ Приспешниками. ФАЛА ТАХАФУХМ Не бойтесь Жейх ВАХАФУНИ ИНКУНТУМ МУМИНИН И бойтесь Меня Если Вы Являетесь ВЕРУЮЩИМ Если Вы Являетесь ВЕРУЮЩИМ То есть ШАЙТАН ПОСТОЯННО ПУГАЕТ ВЕРУЮЩИХ СВОИМ СВОИМ ВОЙСКАМИ СВОИМ ПОСЛЕДОВОТОЛЯМ ВРАГАМИ АЛЛАХА ИХ КОЛИЧЕСТВАМ ИХ ОРУЖИЕМ ИХ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ТАК ДАЛЕ Как они утверждают Они Пугают ВЕРУЮЩИХ Хотят бросить у сердца Отчаянно Что Мусульмане Вы никогда не победите нас И некоторые поддаются этому Некоторые поддаются этому Аллах Кур'Ане говорит ФАЛАТАХАФУМ То есть ФАЛАТАХАФУМ Не бойтесь ВАХАФУМ ИНКУНТУМ МУМЕНИ И бойтесь Меня Если Вы Являетесь ВЕРУЮЩИХ Этот Аят был неспослан После битвы Охи При Охи Аллах Кур'Ане Описывает ВЕРУЮЩИХ То есть Подвижников Посланника Аллаха И говорит АЛЛАТАХАФУМ ТЕ КОТОРЫ ОТВЕТИЛИ Аллаху И Посланнику То есть ХАРАДУФИ АККАБИЛ МУШИВКИНА ИЛЯ ХАМРАИЛ АСАД ТЕ КОТОРЫ ВМЕСТЕ С ПОСЛАННИКУ Аллаха ВАЛАТАХАФУМ СЛЕДЗА МУШИВКАМ То есть Это было После битвы При Кур'Аде Раненые Посланника Аллаха Истекали кровь То есть И Когда Посланник Аллаха Позвал их На следующую битву Они вышли Вместе с ними И преследовали То есть Те, которые ответили Пророку Аллаху И Посланник Аллах МИМ БААДИМА АСААБАХУМУЛ КАРХ После того, как их Постыгло То есть Оллкарх И Ранене И т.д. ТОРЭС КОТОРЫХ ПОСТЫГЛЫ ПРЕ УХАДА ЛИЛЛАТИНА АХСНА МИНХУМ И ТОН, КОТОРЫЕ ТВОРИЛИ БЛАГИДУЛ АИЗ НИХ АЖРУ НААЗИМ ЛАНИКУ ВАТТАУМА ВЕЛИКИ АЖРУ НААЗИМ АЛЛЛАТИНА КААЛАЛАХУМ То есть это те, которым было сказано, что люди, то есть им люди сказали, что люди собрались против вас, бойтесь же их. Кто это был? Кто это люди? Абу Суфьян. После того, как битва, когда закончилась, шайтан распространил слухи, что Абу Суфьян собирается против посланника Аллаха, этим самым он хотел напугать верующих, напугать сподвижников посланника Аллаха. Аллах описывает и говорит, то есть это те люди, которые ответили Аллаху и посланнику, и те, которым было сказано, что люди собрались против вас, бойтесь же их. Фазада хум иманом, а это им увеличилось только лишь иман. И они сказали, что нам достаточно Аллах. Он лучший покровитель. Он не решает подошвить их. То есть, помилую ски Аллаху они вернулись обратно. Вернулись обратно в Медину. Их не поступило Беда или зло. И все равно, они не последовали Довольство Аллаха. Аллаху за фабрик Абалимм. И Аллах дальше говорит, ИННАМА ЗАЛИКМУ ШЙТАНА ЮХОВВУ АУЛЯГУ ФАЛАТА ХАФУХАМОХАФ уХАФУНИ. То есть то, что люди распространяли слухи, что Абдул Суфян вышел против вас, хочет быть Мухаммада, это после бытия при выходе, это, Аллах говорит, что это шайтан пугает своим последователям, пугает вас. Мусульманин никогда не боится врагу Аллаха, почему? Сколько у них не было количества, сколько у них не было оружия, сколько они не были цивилизованы, как они утверждают, мусульманин не боится, почему? Почему? Потому что у нас есть то, чего нет у них. Что это? После битвы при выходе, когда пошел слух, что посланник Аллах, с.а.л. убит, то есть битва закончилась, и с поведением посланника Аллаха, с.а.л. поднялись на гору, поднялись на гору, и сутки, Абдул Суфян пришел к ним и говорит, а в ковме Мухаммад есть среди вас Мухаммад? И он спрашивал по три раза. И ему никто не ответил, потому что посланник Аллаху не отвечал. И он ответил, что они были живыми. Абу Суфян говорит, что они убиты. То есть Мухаммад и эти свадежники. Если бы они были живыми, то они ответили. Умар не сдержал себя и сказал. Он сказал, что он сохранил то, что тебя опозорит и унизит. То есть сохранил Мухаммада, сохранил Абу Бакра, сохранил Умара. Он кричит, возвеличивайте хубан. То есть обращается к мусульманам. « – Скажете, что Бог у всех главных целей?» Тогда говорит Мухаммада, он сказал. Потому что у нас есть Рузза. То есть на нашей стороне Рузза и Рузза. То есть не на вашей стороне, обращаясь к мусульманам. Он этим гордился. Посланник Аллаха говорит, Аджи Богу, отвечайте им. Что нам сказать им? Скажите, что Аллах наш покровитель и не является вашим покровителем. То есть посланник Аллаха отметил, что Аллах на нашей стороне. А Абу Сулфян отметил, что Рузза на их стороне. И на чьей стороне сила? Конечно, на стороне мусульманам. Аллах в Коране говорит, И это потому, что Аллах покровитель тех, которые веровали. И не является покровителем Кафра. Когда Аллах на стороне мусульман, постигнет ли их поражение? Постигнет ли их поражение? Если Аллах поможет вам, то вы не проиграете. То есть не будет тех, которые выиграет вас, если Аллах на вашей стороне. Аллах в Коране говорит, Если вы поможете Аллаху, то Аллах поможет вам и укрепит вашу статую. Имам Аль-Бахави говорит, Если вы поможете Аллаху, то Аллах поможет вам. Спадрильники, посланники Аллаху, помогали его религии. И Аллах помогал им. «Во ла янсур анна Аллаху мэн янсурух». И непременно Аллах поможет тем, которые помогают Аллаху. Аллах поможет тем, которые помогают Аллаху. Какие же стифаты в этих людей Аллах описывает? Аллахи ла иммакканнахум фил арду. Атаму ссалата. Это те, которым, если мы даруем им власть в этом мире, то есть халифат. Атаму ссалата. Они будут выставить молитву. И будут выплачивать закат. И будут выплачивать закат. И будут приказывать одобряемость. И удерживать от порицаемость. «Во лиллахи арду бакил умур». Это есть описание верующих. На чьей стороне Аллах. Кому поможет Аллах. Аллах в Коране говорит. «Инна ла намсуру русулана валладина ааману фил хаяти дуня». Мы непременно поможем нашим посланникам и тем, которые уверовали в этом мире. Поможем им в этом мире. То есть Аллах пленется, что поможет. Уже предписано, что посланники победоносны. «Во инна дюндана ла хуму аль галибун». И что наши войска, что наша армия, то есть армия Аллаха, мусульманы, что они аль галибун победоносны. То есть Аллах поставил условия. Изначально мусульмане не боятся своих врагов. Врагов исляха. Почему? Потому что на его стороне Аллах. И никто не может противостоять Аллах. Это раз. Второе. Чтоб Аллах был на чьей-либо стороне. Что они должны сделать? Если вы поможете религии Аллаха. Если вы поможете религии Аллаха, то Аллах поможет вам. А чтоб помогать религии Аллаха, нужно знать эту религию. Простой пример вид мирского. Человек собирается помочь медицине. Не изучу эту медицину. Может ли вам помочь? Так же инженерия, так же химия и так далее. Если джахиль начнет помогать резать печень, уши и нос. Это помощь медицины? Так же джахиль, который хочет помочь религии Аллаху, сначала изучит религию Аллаха. Если вы поможете Аллаху, то есть религии Аллаха. И укрепит ваши стопы. Аллах поставил законы в этом мире. Аллах сам без участка людей может разгромить всего из кафира. Уничтожить всех кафира. Однако Аллах поставил законы в этом мире. Мусульмане должны изучить религию Аллаха. И изучить ассоциативу. Если вы поможете Аллаху, то Аллах поможет вам. Аллах дальше говорит, что в другом аяте говорит, что Аидду лахум мастапаатум минкува. Готовьте против них все силы. Тургимунабихи Адулла, Аллахи Адулла. То есть силы, которые пугают этих врагов. Это закон Аллаха в этом мире. Мусульмане должны изучить религию Аллаха. И изучить основу религию Аллаха. Что основа религию Аллаха? Это тавахид. Это акида. Это сунна в основе Аллаха. Сегодня, к сожалению, братьям надоедает, когда им постоянно говоришь о тавахиде, ошибках, о сунне, обидах. Хотя он не понял. А тот, кто утверждает, что он понял, то пусть сядет здесь. И хотя бы один год проведет по тавахиду, по сунне в основе Аллаха. Если кто-либо хочет, чтобы Аллах помог ему, пусть поможет Аллаху. Пусть поможет религия Аллаха. То есть это великий аят, который привел Мухаммад ибн Абдул-Ахаб. Дальше Мухаммад Абдул-Ахаб приводит аят. ИННАМА ЯХММА ЯХМММА САДИДА Аллахи, МАН АМАНА БИЛЛАХИ ВАЛЬЯУМИЛАХИ, ВААКАМА ССЛАТА ВАААТА ЗЗКААТА, ВАЛЬЯХА ИЛЛАХИ, ВААКАМА ССЛАТА ВАААТА ЗЗКААТА, ВАЛЯМ ЯХША ИЛЛАХИ. То есть, это говорит. Они боятся, как одного Аллаха. В другом аяте Аллах говорит, ИННАМА ССЛАТА, ВАААТА, 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 ВААТА, ВАААТА, как будто это наказание Аллаха, и оставляет эту религию Аллаха, когда постигает верующих невзгоду. А когда приходит помощь от Аллаха, что они говорят? Мы были с вами. Неужели Аллах не знает лучше то, что в сердцах Его творения? Аллах лучше знает то, что в сердцах Его творения. Мы последуем за Мухаммадом, последуем за его примером, последуем за его религией, за его Акину и за его Манхину. И не нужно утверждать, что мы верим Аллаха, а когда начинаются проблемы и так далее, отходить от этой религией. То есть одна причина славяния имана или славости имана. Это делать довольными людей посредством гнева Аллаха. То есть делать довольными людей гнева Аллаха. Имейте ввиду, когда тебе приказывают кто-либо совершить какое-либо действие, которое противоречит религией Аллаха. Человек совершает его или стесняясь перед этим человеком, или боясь перед ним. Он совершает это дело и этим самым гневает Аллах. То есть человек признак славости имана или причина славости имана, это когда человек делает довольных людей посредством гнева Аллаха. Тахмадуум аля риски Аллах, то есть их благодаришь за риск, который Аллах тебе даровал. Аллах даровал тебе риск, а ты благодаришь людей. У анта зуммам аля мала миутик Аллах, так же порицаешь людей за то, что Аллах тебе не говорил. Инна риск Аллахи ла джурруху хирсу харисин. То есть поистине риск от Аллаха. Она не идет к человеку, сколько он не старался. Так же невозможно отвратить риск Аллаха, если человек не желает его. Непосредственно постигнут человека риск. И некоторые ученые говорят, что риск бежит за человеком больше, чем его конец, то есть смерть. Смерть касается каждого человека и она постоянно преследует человека. Ризк обитания больше преследует человека. Поэтому мы благодарим Аллаха в первую очередь, что Аллах даровал нам риск. А потом благодарим и тех, которых Аллах сдавал причиной того, что мы получили риск. Потому что посланник Аллаха говорит, тот, кто не благодарит людей, не благодарит Аллаха. То есть изначально мы говорим, благодарим Аллаха, а потом тех, кого Аллах сдавал причиной риск. И от Айшата, когда Расул Аллах сказал, посланник Аллаха сказал, «Ман ильтамас арид Аллахи бисахат иннас, радия Аллаху анхи, во арда анхи нас». Ман ильтамас арид Аллах, тот, кто ищет довольство Аллаха посредством гнева людей, «Радия Аллаху анхи, Аллах доволен этим человеком, во арда анхи нас». И Аллах делает людей доволен этим человеком. Аллах делает людей этим человеком. То есть, возьмем очень простой пример, наш посланник Аллаха саллаху айвасалям. Посланник Аллаха саллаху айвасалям искал довольство Аллаха посредством гнева или ненависти людей. Произвал к табхиду Аллаха. Это есть, что он искал довольство Аллаха. Сахат иннас, мушники, злились на Него, гневались на Него. И Аллах что сделал? Аллах стал довольным Мухаммадом, саллаху айвасалям, и сделал людей довольным им. И это Барака посмотрит до сегодняшнего дня. А тот, кто ищет довольство людей посредством гнева Аллаха. Сахит Аллаху алейхи, Аллах гневается на Него, и Асхата алейхи нас и гневает людей на Него. Хадис достоверный. Сегодня многие братья из-за родителей, из-за других причин оставляют то, что Аллах им приказал, или совершают то, что Аллах им запретил. Если я сегодня не поеду на свадьбу, то что люди скажут? От меня отрекутся родственники. Меня отец домой не пустит. А если ты пойдешь, Аллах тебя в рай не пустит. Выбирай между раем и отцовским домом. Мы не говорим, что относились к родителям плохо. Мы говорим, не подчиняйся сотворенному, ослушиваясь Творца. Не ослушайся Творца, слушаясь творения. Вот к чему мы развиваем. Относиться к родителям хорошо. Мы знаем, что нужно, что это обязательно. Что Аллах посчитал это, ослушая родителей большим грехом. После ширка. Даже если родители не на исламе. Человек должен обращаться с ними хорошо. Как Аллах описал. Даже если они с тобой борются, чтобы ты совершил ширк. Не подчиняйся. Однако. Относиться к ним не сходите. Субханакаллаху. И хамм. 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 Это хамм. Хамм. И форекс вин. И хамм. Продолжение следует...